и снова здравствуйте всем привет итак блендер 3 и 6 погнали сделаем рик значит самолету хэнкель вдруг пригодится для каких-то вам анимаций чтобы вы знали как все это дело настроить значит что у нас присутствует у нас присутствует отдельно значит лопасти вот они потом значит у нас задние вот эти вот все поворотники но вот единство минус что на модели нету вот этих вот боковых ну ты на крыльях значит поворотника ну не суть вопроса будет рулить значит только хвостом что еще присутствует присутствует значит колеса и присутствует у нас значит вот эти вот штуки которые будут колеса убирать потом у нас значит крышки которые будут закрываться ну и в принципе пулеметы можно уже тоже отделить настроить вот они это уже потом значит но пока давайте первое что сделаем это добавим кости так тройка на нампаде я хочу сейчас вот это стойки и колеса значит тройка на нампаде опустить вниз вот у нас тут еще заднее колесо присутствует потом настроим так control z control z значит сразу объединяем наше заднее колесо так она не убирается да они убирается но такие акишпаки колесо будет отдельно отдельно значит будет стойка и отдельно наши колеса так тройка на нампаде все будет по отдельности это опустим вниз чтобы видеть куда вставлять кости потом значит пропеллер настроим и движение колес добавляем shift а арматура single bone и опять же как всегда я забываю включить screen cascade чтобы вы видели что я буду нажимать теперь ставим via port display in front и получается это у нас будет руткость заходим в edit mode значит делаем уложим ее вниз это будет руткость так мы ее сейчас немножко оттянем назад чтобы она вид не заслоняла следом что нам понадобится нам понадобится анимация вот этих вот сворачивание вот этих значит штукенса да что мы делаем что и в дублируем вот эту косточку поставим ее на нашу вот эту вот стойку выведем значит ее на середину тройка на нампаде и повернем ее g к верху вот эта часть значит как и так 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 пардонки значит это так не покатит мы ее опустим вниз теперь сделаем ее вверх поднимем чтобы она полностью у нас перекрывала всю нашу деталь выровняем где-то по центру так можно даже чуть-чуть повыше взять теперь у нас получается косточка е уходит вот до этой стойки значит g ну здесь чуть-чуть конечно сделано не для сгиба но все-таки и и уведем косточку сюда так есть такое дело как сколько у нас там место в двигателе но в принципе двигатель хватит и спрятать так и эту косточку пока оставляем теперь нам понадобятся кости значит колеса нужно кости вставлять наверное нет привяжем ее вот к этой косточке потом открытой и она будет бомб так 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 что еще значит можно сделать теперь так какая штука вытягиваем е косточку alt и она уже отсоединена прикольно так и теперь здесь вот так с уменьшаем кость английская с g переводим и значит просто установим ее вот таким вот образом да вот это гадость конечно и не нужно было ну чтоб точно все значит у нас выходила заходила оставим одну косточку ее достаточно будет для заднего колеса только а ну да все мы ее значит середины вытянули теперь еще одну косточку вытягиваем е alt и опять же она соединенная просто с версии 293 там постоянно нужно ее отсоединять и значит семерка на нампаде вид сверху у нас получается одна кость будет руководить будет руководить сгибом вот этой значит наши штуки вот этой подправим ровненько и установим и значит g опустим вниз теперь shift d надо чтобы у нас еще вот это вот лопасть ну задняя тоже работала тоже ее поставим так чтобы она нормально от середины сгибалась так я вот не знаю где у нее там сколько она в мэш запущена но это потом подкорректируем так следом единицы нампаде и что нам понадобится нам понадобится вытянуть из какой-нибудь косточки косточку желательно ровно чтобы она не искажалась alt p clear parent вот теперь да и теперь значит мы одну кость подставляем на нашу вот эту вот часть которая будет закрываться вот сюда теперь делаем shift d подставляем ее на другую часть которая также должна у нас будет закрываться но смотрим чтобы она именно от центра но от края должна закрываться потом если что костями мы это все равно подрегулируем так смотрим чтобы все установилась чтобы все было нормально так теперь на нампаде делаем shift d одну косточку но в принципе не надо можно весь самолет привязать потом крут кости ну я просто уже по привычке добавляю вдруг что-то она будет делать это штука так теперь что привязываем все вот эти задние части к нашей централки control пики пол сет вот эти боковушки условно все вот это привязываем к центральной control и пол сет так пропеллеры так пропеллеры не знаю на кость настроить настроить или как их ну давайте их тоже на косточке настроим вытягиваем ровненько так давайте с центральной вытащим косточку alt p clear parent тут весь смысл чтобы сделать анимацию взлета полет там все просто все убираем и просто делаем значит анимацию лопасти на постоянку кручения как вот в прошлых роликах но если нам нужно завести будет значит двигатель и чтобы колеса у нас тоже крутились то здесь уже добавляем значит на двигатель кость так главное тут видите двигатель задран кверху и может быть косяк в чем если вдруг какое-то искажение вдруг не поймалось там не поймался центр то потом нужно будет все это дело ловить это будет очень неприятная штука так здесь у нас выставляется так и где у нас все это дело получается так это не то а ну ка ctrl z ctrl z возврат назад и вот эти косточки единицы на ампаде мы подставляем к нашему пропеллеру вот к этому и желательно чтобы центральная кость попала именно на центр потому что она будет крутить центр вот так вот так вроде бы все нормально вот эту кость вот именно вот эту вяжем чтобы она следовала за одной косточкой ctrl p keep offset так все к этой кости вроде бы все настроено теперь что нам нужно нам нужно вот эту централку привязать к руд кости ctrl p keep offset хотя руд костью может быть и вот эта кость которая находится на теле самолета так есть такое дело а ну ка вот эту я привязал нет ctrl p keep offset вот была отвязана так 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 что я еще забыл тройка на ампаде так кто тут угу единица на ампаде выделяем все косточки с одной стороны делаем shift d правая кнопка мыши mirror x global и подводим ее вот к этой лопасти все таки придется ловить но это не суть вопроса сейчас все поймаем так теперь что нам нужно у нас два пропеллера нам нужно их отделить заходим в edit mode выбираем можно рентген выбираем вот так лопасти и делаем control так alt p а пардоните p selection так чуть-чуть забыл так теперь что нам понадобится нам понадобится отделить вот эти две штуки почему потому что они будут привязаны по отдельности и желательно значит l английское смотрим чтобы снизу не было незабытых полигонов делаем p selection так так есть такое дело так колеса нам понадобится значит вместе и вот эти запчасти в принципе нас не колышет так значит что вот эти запчасти вот эту запчасть потом какую мы привязываем костям делаем control p white automatic widget так анка ну да вроде привязалась так самолет самолет вяжем косточки я привезу это так control p пусть будет бом потом выбираем значит в object mode наши вот эти лопасти и косточки заходим в post mode и все по прошлым роликом control p привязываем как к бом опять же заходим опять же выбираем так а вот здесь я упорол косяка значит edit mode так object mode выбираем кости заходим в edit mode и вот эту косточку подтягиваем по центру вот так а вот эту тогда удаляем я просто их сделал далеко и они сдублировались как зеркально а нам нужна вот эта косточка одна выбираем заднюю лопасть выбираем кости заходим в post mode выбираем вот эту кость control p бом вроде ничего не матюкается пока снизу здесь вот нет подсказки что что-то пошло не так так что продолжаем все это делать post mode опять же другую косточку control p бом так что у нас теперь у нас теперь выходит двигателя так двигатели вы видите что вместе с корпусом а лопастя лопастя мы отделили и привяжем по отдельности так post mode вот вот к этим косточкам к первым control p бом так еще раз так же повторяем control p бом еще раз повторю что цель вот этой настройки это сделать чтобы самолет взлетал чтобы у него крутились колеса и как все начинало крутиться да допустим самолет заводит двигатели это одна сцена проехался уже допустим по взлетной площадке это другая может быть сцена а когда летит он там уже сцена другая и получается с самолетом будет три сцены это если делать допустим в мультфильм там еще куда-то то лучше делать конечно так так что еще зайдем а ну-ка выберем нашу root кость так вот какая-то запчасть тут не привязалась и еще у нас остаются решетка control z но это не проблема заходим в object mode выбираем решетку выбираем наш самолет control j объединяем так здесь вот не привязались вот эти вот штуки да вот это и есть печалька потому что тут еще какая-то штукенция которую я вот не заметил так значит что у нас получается в ну давайте чуть-чуть доделаем это дело выберем кости зайдем в edit mode и вот отсюда вытащим еще одну кость вот так вот неинтересно какая-то конструкция так и получается вот эту кость отвяжем alt p clear parent вот эту отвяжем alt p clear parent и привяжем их чтобы они по отдельности были ctrl p keep of set эту косточку на эту ctrl p keep of set тогда вот эту часть мы удаляем костей delete bond и выбираем вот эти кости единицы на нампаде делаем shift d опа ctrl z ctrl z выбираем вот эти только кости делаем shift d mirror x global и переводим все это дело на другую стойку заходим в object mode выбираем наши вот эти стойки и вяжем костям ctrl p white automatic widget хотя можно каждую деталь было отделить и привязать каждой косточке но эта песня долгая и неинтересная так что еще так 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 вяжем колеса давайте сначала проверим как у нас работают вот эти все поворотники а ну-ка тройками нампаде если мы сейчас крутим вот это а видите не привязалась потому что видно а ну-ка подождите что это нампаде а она привязалась но edit mode вот это кость почему-то отвязана ctrl p и полсет тогда и так кость будет отвязана ctrl p keep of set заходим в пульс мод тогда смотрим а ну-ка r ну вот вот эти части вот штука вот это палочки вот эти не хотят вязаться да не беда это все не беда мы сейчас зайдем вот выберем так кости пока аж скроем смотрим что тут не так тогда смотрим сколько тут полигонов чего тут да как ну да тут в принципе зайдем в edit mode и попробуем добавить значит лупы а то может веса не к чему тут назначать вот она и конючит ну тут тоже чуть-чуть добавим тут вроде всего хватает так вот на эти стойки тоже подобавляем пусть хуже не будет так пойдет да тут вроде тоже хватает но еще добавим так следующая часть повторим тут тоже самое а скажем что вот вот и 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 так смотрим теперь если заработает тройка на ампаде alt h возвращаем наши косточки и выбираем значит опять наши вот эти причиндалы кости так вот это вот выбираем теперь кости control п white автоматик выйдет почему именно white автоматик ну чтобы все это цепью работало а так это все нужно отделять и потом значит присоединять каждой косточки и там может быть разлеты какие-то но будет возможно неудобства но не суть вопроса все вот теперь control z все привязалось как тройка на ампаде смотрим как это дело будет все сворачиваться значит r ну вот эта стойка r будет уходить в этом двигатель alt g alt r alt r так все нормально так object mode смотрим что так выбираем опять же косточки заходим в post mode root кость и смотрим чтобы у нас все а она так теперь с другой стороны там косточки ну вот эта палка значит отстает control z сейчас мы ее тоже обработаем выбираем кости колеса так и колеса тут какая штука колеса мы вяжем значит вот здесь вот сейчас вот с этими стойками по идее нужно привязать каждой стойке здесь вот ну давайте привяжем к одной стойке они же не будут так двигаться до так посмотрим ну какой-нибудь косточки вот это если чё потом крут кости перед ну вот кость не подходит именно вот здесь должна привязываться к ближайший control пи это пусть будет бомб так теперь вот это кость вот это колесо здесь попроще она одна косточка и заходим выбираем ее и делаем control пи бомб все нормально все зашибись а теперь мы вот это все выбираем и заводим в наш значит самолет так здесь вот это все выбираем и заводим хвост так вот эту часть а ну-ка edit и так что у нас тут имеется значит так корпус привязан значит вот эти части давайте тоже привяжем так вот эту часть вот этой кости посмотрю выбираем косточку закрылки control пи бомб опять же заходим в обжиг мод так выбираем эту закрылку выбираем косточки заходим опять же посмотрю выбираем кость которая будет закрывать все это дело бомб так и еще раз попытка номер 25 вот это тоже выбираем заходим в посмотрим выбираем косточку еще раз и бомб так смотрим теперь тройками нам падаем я удалил руд кость вот эту так будет вот это у нас самое главное теперь что делаем подымаем на наш самолет и вот осталась какая-то деталька да ну в принципе одна деталь ctrl z ctrl z вот ее теперь нужно найти она где-то вот она так это тоже ctrl j смотрим вот она еще ctrl пи а так ctrl j смотрим чтобы ничего потом не отпадала хорошо все это дело прощелкиваем так ну вроде бы все должно быть привязано а теперь что нужно сделать заставить двигаться колеса 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 я наверно все таки edit mode переключусь значит во что в рентген выберу одно колесо и сделаю пи selection пусть по отдельности будут так теперь что у нас получается object mode в принципе их можно и объединить так ну давайте объединим ладно пусть объединенный ctrl j если не получится тогда уже будем разъединять так кости значит настроены привязаны тут привязано все погнали нам нужно теперь заставить колеса крутиться самолет же будет идти значит у нас по взлетной полосе или заводиться разворачиваться и постоянное кручение колес нам не нужно так что мы сделаем мы зайдем в текстуры текстуры paint и вот здесь набросаем какую полоску как это все дело делается смотрим так зайдем в шейдинге удалим вот эту развертку так теперь добавим от текстуры иметь текстуру подсоединим у нас получается черное колесо и по новой текстуры paint нажмем новая текстура base color новую развертку и значит что у нас ну пусть будет черное колесо с красной полоска так почему она не красит что пошло опять не так что имеете колеса уже достали так шейдинг а вот она вот эту значит делит а это подключим вот я тут уже с английская значит по нахерачил так все ну вот я думаю что будет видно что колеса должны крутиться потом их раскрашу и значит сохраняем развертку только называется текер base color так теперь все она подключена текер base color все нормальненько так заходим в обжиг нот и значит будем заставлять от колеса крутиться находим constrain и находим значит трансформацию на таргеты ставим так на таргеты ставим корпус нашего самолета подключаем экстраполяция map from открываем боковую панель крутим наше колесо и понимаем что она крутится по иксу control z значит значит ставим сюда максимально пусть будет у нас 3 млн так а вот эта техника у нас движется по игреку control z значит опять выбираем колесо и локацию ставим и локацию ставим по игреку значит самолет будет двигаться по игреку он движется по игрек правильно значит ставим сюда максимально пусть будет у нас три метра ну чтоб быстрее колесо крутилось так дальше открываем map to и значит ставим по иксу по иксу ставим 360 enter но ставим здесь игрек чтобы по игреку икс двигался так а control z так колесо локация по игреку и ставим здесь local space а ну-ка проверяем так control z что-то ломается у меня а вот здесь наверно поставим а ну-ка икс а ну-ка дернулось пинуть так control z привяжем наше колесо к телу control пи объект вот что-то дернулось control z опять выбираем колесо и что-то опять не то так вот так все здесь то как три метра здесь ставим значит игрек по игреку 360 но это будет по иксу она двигаться как как так-так-так-так-так-так-так о куда у нас ушли колеса это вообще интересная штукенция как локация на локацию поставил пардонте ставим ротация 360 думаю да что же она должна сработать так выбираем самолет видите колесо крутится в другую сторону control z не беда семерка на нам поди мы выберем их и перекрутку сейчас пардонте control z выберем наши колеса и мягко на нам и просто их и перекрутим так а ну-ка тройка на нампаде так единица на нампаде еще вот так их выберем так что у нас тут получается и мягко на нампаде самолет пока аж отключим как ну вроде бы колеса чё нормально стоят да ну-ка единица на нампаде чуть-чуть значит на подрегулировать альт аж возвращаем самолет назад стройка на нампаде а ну-ка так то так control z выберем только наши значит колеса все ровно теперь колеса крутятся туда куда надо control z так а вот эти кости а ну-ка на видит мод так control пи все привязано к кости но самолет когда а ну-ка сейчас зайдем в пост мод выберем нашу косточку все привязано колесо у нас крутится все теперь можно делать анимашку да но а заднее колесо у нас топорит да это значит control z control z заходим музыкнул выбираем заднее колесо и ставим ей те же настройки что и на первое колесо значит это констрейны опять же трансформация как map to по y ставим 3 метра локация а ротация будет у нас по иксу ну по y до 360 здесь меняем на y получается локация вот то что движется самолет он движется по игреку а колеса крутится у нас по иксу и мы говорим что ротация должна быть по иксу ну как по игреку и все нормально так теперь надо же это колесо покрасить заходим находим текстуры paint находим нашу вот эту текстурку создаем base color новая текстура аккетер base color называется ставим черный цвет и красим тоже полоску чтобы знать куда будет она крутится так теперь все это дело сохраняем сейф ау и мэйс теперь он джек нот вот эти текстуры которые мы сделали в шейдингах нужно их теперь найти вот а вот а развертка у нас и мы должны раз выбрать иметь сейф ас и сохранить допустим в текстуры формат делать лучше png так это куда она будет сохранить хенкель соус да все эти колеса выбираем находим другие колеса и эти же колеса вторые тоже сохраняем так то они не нужны но на всякий случай пусть будут так смотрим выбираем вот эту штуку у нас тут теперь тоже какая штукенция она должна тоже двигаться за телом самолета опять же ставим local space и экстраполяция так почему она так вниз ушла 3 метра 360 ротация локация ну в принципе не должно такого быть а ну ка и мягко на нампаде только на нампаде и привяжем ее вот это колесо с это режим 3d геометрии вот теперь если мы будем двигать самолет ctrl z значит если так мы движем самолет ctrl z назад то колесо переднее крутится а заднее нет почему потому что заднее колесо вот это колесо вот этому колесу сказать что вот это тело ctrl p это объект вот вот такая штука и тогда мы ее поднимаем кверху и смотрим что у нас теперь получится колесо видите крутится тоже в другую сторону ctrl z 7 на нампаде возможно я неправильно тут делаю ну чем не вариант взять ее и перекрутить возможно где то тут еще есть оси но я что то их не наблюдаю так это значит поправляем все нормально все теперь если мы будем зайдем теперь вот выберем нашу косточку зайдем в коз вот и будем все это делать а ну то вы видите что колеса у нас очень хорошо таки крутятся вроде ничего не отстает все нормально так это ctrl z ctrl z ctrl shift z назад пропишем все это дело а английская и lock rod чтобы потом у нас все это дело не распадалось а было на первом кадре именно сохранено базовое n панель можно закрыть так теперь ну что давайте подключим вот эти вот текстурки к самолету что то интересно как то легла тут значит на материале еще какая то штукенция должна быть так ну в принципе чё неплохо так раскрашен не только вот здесь вот полоса какая то интересная наверно здесь не то наверно здесь не то так а ну как жил ну да вот так будет на а не а не то да и тут не то и тут не то и тут не то ну пусть ладно в таком варианте все таки раскрашен так что у нас теперь получается ну давайте запишем анимацию выберем кости а заставим вот эти вентиляторы крутится так за кости выбираем заходим в пост мод так н панель выбираем смотрим это по какой оси а ну ка о так да не подходит он значит кости ставим по другому товарищи на завод нам так кости не подойдут вот эту косточку значит заходим в этот мод мы чуть чуть вытянем вперед G подставим к носу и значит R перекрутим и подставим вот так я вот вот пробуем теперь зайдем в пост мод обжиг обжиг мод обжиг мод перекрутим теперь нашу вот эту вот вентилятору set origin в 3d геометрии R значит G значит G так ну как то так наверно выберем кости и перевяжем пост мод вот вот эту косточку ctrl p бом так тройка обжиг мод и назад тогда она была оп просто ее перевязать не перекручивая так если теперь выберем кости зайдем в пост мод вот тогда нам нужно вот эту косточку затянуть назад и попробуем прокрутить значит это пропишем вот эту лопасть и локрот ну кость вот эту да потом на десятом кадре допустим R прописываем и локрот двадцатый кадр R и локрот и получается вот у нас теперь лопасть будет крутиться но чуть-чуть тут а ну-ка что у нас получается так вот так вот нужно будет ее немножко так выровнять а ну-ка R теперь теперь выбираем кости а ну-ка даже не то что R не подходит а ну-ка R вот вот по тому пропеллеру выравниваем выбираем кости и вот это выравнивание конечно очень добивает так это значит назад вот а раз назад то здесь уже опять же не подходит заходим в обжит мод делаем R G единица на нампаде семерка на нампаде смотрим чтобы она по двигателю попала и тоже не коребила и вот вот этот вариант наверное будет более такой для завода ну-ка не потом можно кости вот эти убрать с пропеллера и сделать как в предыдущих роликах но заводиться допустим и прокатываться пусть будет она вот в таком духе так что у нас тут получается так да что ж ты так может тут это идти попробовать выровнять ага шиша там да ну давайте на этом кадре теперь выровняем поровнее семерка на нампаде ну да здесь вот у нее перекос надо найти центр вот и тут чуть-чуть еще подправить а ну-ка так единица на нампаде да нужно так 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 это alt p clear parent теперь выбираем кости и нужно вот эти кости а ну-ка тройка на нампаде так ну этот идет по двигателю это вроде ровно вот самое плохо что вот этот двигатель кверху зад рандай ну-ка 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 вот так то она ровно да наверное а ну-ка g угол надо вот этот хорошо поймать и значит на центр ее поровнее как-то поймать вот а ну-ка вот вот теперь вяжем опять кости и это че у нас получится вот конь калпи бом ну да чуть-чуть выкручивает ну а ну-ка вот ну вот уже да получше вот вот центр в принципе не пойман да вот все нормально ну и надо переделать вот эту штуку теперь edit mode так object mode вот эту сразу отвяжем alt и clear parent выберем наши кости зайдем в edit mode ну здесь уже понятно что значит так это g так и к верху угол даем ну-ка что у нас получается тут вот вот заходим в object mode выбираем нашу вот эту косточку в туркенцию это origin 3d геометрия так все это дело нормально выбираем нашу наш пропитер выбираем кости заходим в cross mode выбираем нашу кость ctrl p бом так и пробуем вот эту косточку теперь крутить ну та же самая байда да так пробуем ее в object mode поймать по центру а потом уже кости опустим так теперь на десятом кадре крутим так а почему у меня вот это не прописано ну-ка а это отдельная штука даже будет так на десятом кадре прописываем эту сюда и и блок рот на двадцатом кадре так что то здесь так это получается так так это наоборот да и и и и и и и так вот здесь вот хорошо пущу все это дело пометить где какая лопасть получается низ как нижняя нижняя понятно есть получается верхняя верхняя перекручивается так вот здесь вот перекручивается и прокрут так если мы теперь сделаем вот этому всему а он здесь значит один кадр нужно делать а control z значит этот кадр G на 21 и вот эти все G на 20 поставим если мы вот это все скопируем сделаем шею в G 30 допустим кадра да и она посмотрим ага тут уже ну завод в смысле заводка произошла ну лопастя тогда лучше прописывать так здесь они почему-то пошли назад нужно их тогда развернуть чтобы мы их развернули анимацию так 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 кейфрейм так это значит мира time colors G так что получается бам 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 но это можно прописывать да уже будет так это вчетаны назад идет он у камера control z time by time ну это лопастя можно дальше прописывать как часы я писал так получается так на десятом тогда получается их вот эти вот попробуем выбирать обе даем и значит ну да вот так их и прописывать заводится как теперь что нужно сделать нужно нашу этот корабль значит прописать поездку так это первый кадр и допустим до какого там до пятидесятого он такой вперед проезжает и ок рот семерка на нампаде и смотрим с тем как он вырулит на эту так на взлетную полосу так сможет что получилось а ну-ка нормально все задержку нужно сделать с поворотом правильно организовать поворот и в принципе все будет семчинарик да поворот нужно более такой круглый чтобы он заворачивал а ну-ка видите он просто ползунком делается да как семерка на 60-ом как это джи он проезжает вперед и ок рот так чуть-чуть даже может еще и чтоб сосею не слазил и теперь значит вот эту часть а ну-ка ну вот уже более так плавно же мы только вот поворот и уходит в бок опять же нужно вот эту полоску поймать где он должен оказаться а и вот эту часть значит выравниваем на взлетную полосу перешел ну вот для анимации значит сюжета где самолет идет значит на взлет колеса у него значит крутится пропеллер можно прописать что он тут глохнет заводится ну для значит для анимации в воздухе ему нужно постоянное кручение вот это вот все этой штуки пропеллера так что можно будет использовать какую штуку давайте посмотрим вернем на первый кадр и значит вот этим косточкам пропишем какого-то момента но после как анимация допустим закончилась да так сейчас мы вот это все дело давайте я вот это все сохраню на будущее и теперь что выбираем вот эти вот эту кость выбираем по какой оси она тут крутится так что слабо понимаю по какой как control z обжиг мод а ну-ка вот это что за 8 у нас это тут все крутится control z как так как это получается обжиг мод выделяем вот этого это делаем alt и clear parent это тоже то аль и clear parent зайдем вот и дед мод только на нам один а я же еще не показал вам как вот это все дело колеса потому что убираться будут а ну сейчас и посмотрим так вот эти кости нам значит теперь делить бон не понадобится заходим в обжиг мод а вот эти пропеллеры привяжем к центральной косточке так это посмотри control п и он и теперь выбираем вот эту значит косточку ну смысле нас этот промпеллер вот этот смотрим как он крутится control z проверяем по какой оси ротация значит если она по игре куда им ну давайте на английский переключимся решетка прям у косина и допустим ну 20 тут у меня еще анимация записан так что чуть будет с поворотом надо а ну-ка и и наверно удалить это значит обжиг мод осмот выделяем английская а все кости ну и удалим и анимации это будет другой у нас значит так теперь что у нас ну вот эту штуку тоже выбираем вот эту и добавим что у нас скрин копи ротейшн таргет так по роте вот этот а это куда я включил это не надо копи ротейшн и значит вот этот винт вот она будет теперь крутится скорость поменять чтобы выбираем винт поставим скорость 0.5 ну здесь они вот нужно их выравнивать слишком быстро да ну давайте 10 пока пусть будет 10 вот при скорости 10 нормально он будет лететь туда-сюда он тут будет ездить и на взлет пойдет так теперь вот видите винты надо выравнивать почему потому что а ну-ка а теперь пошел в кривь а ну-ка ну вроде по этой штуке а ну-ка вот тут надо тоже подгадывать выравнивать их чтобы они точно сидели в принципе все крутятся вот он вот он красавчик вот он весь перекореженный так вот это на удалить G подгадать R перекрутить семерка на нампаде ну вроде ровно стоит черт его ну как еще его ну это уже не ровно будет ну и по новой значит Constraint Copy Rotation значит на предыдущий винт так ну что у нас тут получается ну более-менее нормально да вот как поглядеть вот здесь вот его чуть-чуть уже перекоробило чуть-чуть а ну-ка получится тут не когда так что еще теперь значит nn как n панель закрываем теперь выбираем наши кости обжиг мод тройка на нампаде и что делаем выбираем наши вот эти так пол смотр выбираем наши вот эти косточки так вот эти вот разом тройка да и значит мы их подгибаем так вот печально что колесо привязано к телу так вот как это дело значит обыграть так ну в принципе если он будет ехать тут уже анимация нам вот это куб трансформ да зайдем выберем кости попробуем так постмод и привяжем к первой кости ctrl p бомб так обжиг мод постмод выбираем значит две вот эти кости а ну-ка одно колесо привязалось или два два убираем это значит в двигатель но теперь значит двигатель у нас перекрывает вот эту вот штуку а эта штука должна убираться вот так ну в принципе она должна спрятаться да а ну-ка ну все с двигателя не вылазит и как говорится на том спасибо кройка на нам парень а и вокруг вот это далеко уже джи значит перетаскиваем где-то на 20 кадр на сороковом кадре как закрыть вот эти наши закрылки выбираем вот эти закрылки делаем 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 прописываем а и а и локрот и на пятидесятом кадре давайте на шестидесятом чтоб медленнее закрывался закроем другую эту штуку ну чё закрыто то закрыто а и локрот да но что у нас тут получается не так что все это дело нужно подправлять потому что моделька моделькой ну это все нужно чтобы было выравнено да значит выбираем косточку R G и выравниваем вот так я раз и локрот так смотрим чтобы она нигде не упирала так и наверное то же самое будет с этой стукой да ну да потому что открытая она по-другому стояла так так ну если нужно то тогда корректируем вот эту штуку так это будет уже другая кость ну 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 на ну 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 Продолжение следует... Так, все хорошо, да? Почти, а ну-ка, здесь что у нас? Так, колеса у нас торчат, да? Значит, находим косточку колес. И еще раз прописываем. Так, то же самое проводим тут. Так, что-то я не понял. Ага, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Выбираем сразу тогда две вот эти косточки. Вот эту кость. У нас же колеса привязаны к одной кости, вот к этой. И получается, что если заборка идет, то управляет только одна кость. Одна она у нас выше, другая ниже. И получается, на каком моменте это все дело... Так вот это убрать. Блит. Блок рот. Вот эту крышечку одну подрегулируем и опустим пониже. Шифт на цирковой кадр. И, значит, тогда уже G на 60-й. Так, что получается? А ну-ка, смоем. Вот и пошел самолет на взлет, да? Только тройка на паде. Значит, как... Ну, от земли он должен, конечно, оторваться. Все, вот он несется, несется там, все вот. Закрылки у него закрываются. Дальше пошел свободный полет. Все крутится у него, да? Там, допустим, на каком-то кадре вот эта штука R перекручивается. Вот, закрылки тоже работают. Так, тут семерка тоже, можно регулировать полет. Вот, вы видите, что тоже движется. И локрот. Вот, все. Хвост работает, вентиляторы работают, колеса убираются. Ну, все по-простому. Можно еще заставить, значит, двигаться вот эту кабину. Ну, отделить ее полностью. Еще можно заставить двигаться вот этот пулемет передний. Так, что еще? А, так, файл. А, вот еще, я же заднее колесо не прописал. Так, где у нас убираются передние колеса? Там должно R. Так, вот, это заднее колесо. Тоже вот проблемка, да? Надо ее привязать косточке. Хотя, я не знаю, заднее колесо убирается у них, нет? Так, вот это выделяем. Ctrl-P. Бум. Так, теперь выбираем, может, мод, выбираем только колеса. Пост-мод. Делаем R. И колесо так, оп. Убирается в хвост. Так. Ненужные анимации этого хвоста мы убираем. Хоп, все. Там закрылки, тут закрылок нет. Все нормально. Так, теперь все, что будем делать? Ну, теперь, типа, что-то все летит, да? Так, одну камеру. ObjectMod Delete. Делаем теперь файл. Импорт неба добавим, так. FBX. Desktop. Добавляем небо. Добавляем, что тут на небо текстура встала? Нет. Выбираем небо, добавляем Shading. Тин-тин-тин-тин-тин. Вот такое небо, да? Так, теперь. Это пониже опускаем. И вот все это дело на фоне неба летит. Только теперь, смотрите, выбираем небо, прописываем на первом кадре. Так. И локрот скейл. И, допустим, на каком-то там последний, 200 с гаком, да? Прокручиваем, пишем. И локрот скейл. А ну-ка. Вот у нас теперь будет небо крутиться. А самолет будет типа лететь. Ну, тут скорость тоже небо подгадать. И все будет прикольно. Ну, добавить там, как землю может. Или просто, значит, можно как сделать. Перекрутить побольше нашу землю так. Ну, чтобы больше облаков было. И все уже будет прикольно аниматься. Так. Скорость, значит, пропеллеров можно добавить. Ну, периодически, значит, их на... Ну, как сказать, выровнять. Так что-то скорость у них здесь зашкаливает. Вот 20, но можно поставить 10. Ну, вот уже скорость побыстрее будет. О, летели мы бомбить в Союз. Камера такой в обход. Все, тут свет наладить. Потом может он раз там в пике уходить. Снизу камера. Ну, все летит. А потом ускорение ему дать просто. Так, если мы сейчас еще добавим, допустим, 5. О, на пятерке побыстрее пошло кручение. Все зашибись. Все, всем пока. До свидания. Вот такая информация, значит, по ригу, как самолета. Теперь, если нужно будет что-то, допустим, сделать с машиной, вы можете передние колеса настроить, вот, значит, в констрейном трансформация. И тогда все колеса будут двигаться у вас, когда вы будете машину, ну, как, протягивать, да, уже можно будет что-то снять хорошее. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok